Кингисепские любители велосипедного спорта выехали на заключительную в этом году тренировку. Полгода назад они объединились в клуб «Лидер». Создатель одноименного магазина собрал вокруг себя спортсменов бывших и действующих. Чтобы подержать форму свою, общаться, здоровье поправить, фигуру, начали собираться вокруг нашего магазина. До этого все участники велоклуба катались сами по себе. Объединились здесь представители самых разных профессий. Например, Олег Богатов несет службу в пожарной части, а в свободное от работы время запрягает своего железного коня. Я такой начинающий, я познакомился с ними, с нашим клубом, где-то весной, где-то в мае, в апреле даже. Вот через своего друга предпринимателя Антона, он мне привел, сказал, я бегал, начал бегать. Он говорит, давай попробуем велосипед. Мне понравился велосипед, мне понравилось, так тянулся. С Женей мне сначала велосипедку, ну, показал, какой лучше. А потом уже так форму я придумал, постепенно, постепенно. Я смотрю, и форма даже подошла к моему велосипеду. Все удачно. Члены велоклуба «Лидер» участвуют даже в международных соревнованиях. Поэтому без формы, естественно, никуда. Синие костюмы велосипедистов заказывали за границей, на фабрике, где шьют одежду для спорта. Тон, дизайн, какой я хочу, примерно подсказал, а их дизайнер разработал и прислал нам. Это профессиональный материал, это название. У них для этого есть свои дизайнеры, разработчики. Проводить в Освоясе пору активных тренировок они собрались с тройной колонной. Объезжая первые осенние лужи, велосипедисты направляются к Олимпийскому мосту. В их обычных тренировках не стремятся развивать большую скорость. Хотя предводитель Евгений разгонял своего двухколесного до 90 км в час. Я лично максимум 50 развивал напрямую. Это не с горки, ничего. Это было круто, конечно. Но недолго, потому что я только начинаю, я еще не привычный максимально. Так у нас средняя, но у меня лично средняя где-то 26. Ценник развивающих эти скорости велосипедов начинается от 30 тысяч рублей. Каждый спортсмен подбирал себе спортивный снаряд по параметрам. Самый навороченный в этой колонне, конечно, у основателя велоклуба Евгения Федорова. Он же и самый легкий – всего 7 килограммов. Чтобы стать членом велоклуба, необязательно иметь дорогой байк. Главное здесь – желание кататься и общаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!